Мне до сих пор кажется, что это первоапрельская шутка. Я до самого последнего момента не верил в то, что это произойдет так скоро. И тем самым Air Astana избежала банкротства. Будет полностью воспроизведена схема создания Air Astana. Всем привет! Это фан-клуб вашей любимой авиакомпании. Меня зовут Герман. Ну что, полетели? Добро пожаловать на борт авиакомпании Air Astana. В начале хотел бы сказать о том, что, да, действительно, на этом канале давно не было видео. И связано это в первую очередь с тем, что на данный момент времени, вот конкретно сейчас, в этот период жизни, у меня сменились приоритеты. Но это временное явление. Air Astana по-прежнему очень много в моей жизни. Вот кофе я по-прежнему пью из кружки с символикой авиакомпании. Также брелоки ношу на своей сумке. Вот Air Astana, летающий Казахстан и так далее. Просто так случилось, что приблизительно полгода назад закончились темы, на которые я хотел высказываться. А вместе с ними пропало желание открывать рот вообще. Но в начале этого года произошло событие, которое я никак не могу обойти стороной. И мне стало, и в январе уже стало понятно, что в любом случае придется делать ролик на эту тему. Подсказка, которая находится, как всегда, на таблу за моей спиной. Это IPO Air Astana. То есть первичное публичное предложение. Initial Public Offering. Но в этом ролике речь пойдет не только о размещении Air Astana на бирже. Но также поговорим о скором вероятном появлении новой авиакомпании в Казахстане. Но перед тем, как начать основное повествование, хочу сказать о том, что, несмотря на то, что на этом канале ролики выходят не так часто, у нас есть действующая активная страница в Instagram. Название, которое вы видите сейчас на своем экране. Публикации об Air Astana, репосты видео от бортпроводников и пилотов. Подписывайтесь, ставьте хэштеги, которые вы видите на своем экране. Это самый удобный способ связаться с нами. Отмечайте нас, и мы обязательно поставим лайк или сделаем репост в вашей публикации. IPO Air Astana. Честно сказать, я до самого последнего момента не верил в то, что это произойдет так скоро, в 2024 году. Видео, где я рассуждаю на эту тему, есть на канале. Вот по вот этой ссылке можете пройти и посмотреть. Так что же заставляло меня сомневаться? Конечно, это постоянные разговоры о выделении Flyer Astana в отдельную, независимую от Air Astana авиакомпанию. Хотя изначально группа выстраивала такую бизнес-модель, которая предполагала совместную деятельность и предоставление полного спектра услуг на рынке авиаперевозок Казахстана и не подразумевала выделение лоукостера в отдельную компанию. Эффективность этой конструкции была продемонстрирована и принесла ошеломляющий успех в 2020-2021 году, в период коронавирусных ограничений, когда Air Astana не могла выполнять зарубежные рейсы. А рост внутреннего пассажиропотока, открытие новых рейсов благодаря Flyer Astana обеспечил приток выручки. И тем самым Air Astana избежала банкротства. Я не буду углубляться в этот вопрос, так как на эту тему есть несколько интервью Питера Фостера, в которых он рассказывает об удачном прохождении кризиса короны. Но в итоге впечатляющих достижений Flyer Astana попал в фокус внимания мажелесменов и других чиновников и оказался в опасности насильственного разделения с материнской компанией. В результате получилось, что с одной стороны стратегия авиакомпании, книжку, которую я вам показывал, стратегия Air Astana и Flyer Astana до 2026 года, где нет ни одного слова о выделении лоукостера в отдельную авиакомпанию, а также информация от сотрудников, знакомых с ближайшими планами на будущее о том, что не имеется никаких предпосылок для выделения Flyer Astana, выделения в отдельную компанию, а с другой стороны постоянные публикации в СМИ с требованиями от высокопоставленных чиновников, в том числе таких, как премьер-министр страны, о том, что необходимо выделить Flyer Sun в отдельную компанию. А что вы думаете об этом? Оставляйте свои комментарии под видео, давайте подискутируем, давайте пообщаемся на эту тему. Также поставьте лайк этому видео, таким образом вы помогаете продвижению этого ролика, а мы совершенно бесплатно продвигаем бренд Air Astana. Лично мне изначально было понятно, что IPO Air Astana без Flyer Sun было просто невозможным. Если бы это произошло, то авиакомпания потеряла бы половину своей стоимости. В конце торгов, но не на бирже, а в высоких кабинетах, было принято решение, которое устроило всех. А сразу после Питер Фостер эксплицитно дал понять, что разделения не будет. Но чуть позже Flyer Sun получит статус независимого перевозчика, оставшись при этом на 100% дочерней авиакомпанией Air Astana. Сегодня Flyer Sun находится в процессе получения сертификата эксплуатанта, и вероятнее всего, на момент публикации этого ролика он его уже получит. Что касается IPO, акции авиакомпании можно приобрести на биржах в Казахстане и Лондоне. При этом Flyer Sun значится как 100% дочернее предприятие Air Astana. То есть, по факту, Low Cost остается частью Family Group. Те, кто искренне полагал, верил, надеялся или требовал того, чтобы Low Cost был выделен в отдельного перевозчика, должны просто посмотреть и проанализировать стратегию развития Air Astana, увидеть, найти там данные о планах по строительству Центра по обучению и подготовке пилотов и бортпроводников, который уже, к слову, открыт, на которые компания потратила больше 1 миллиона долларов, маркетинговую стратегию по созданию имиджа Flyer Sun, как части Air Astana, такой же надежной, такой же безопасной, и многое-многое другое. Более того, для инвесторов создан специальный сайт, где они могут найти всю необходимую информацию. Также там черным по белому на трех языках написано «Одна группа, два бренда». Получается, что в этой части мой прогноз сбылся на 100%. Сегодня авиакомпания заказывает обзоры у авиационных блогеров таким образом, чтобы в роликах были показаны обе компании. Также в них звучат некоторые важные тезисы из новой маркетинговой стратегии, о которой, к слову сказать, я расскажу в следующем выпуске. Поэтому, чтобы не пропустить, подпишитесь на канал прямо сейчас. Сторонников демонополизации, которые часто обвиняют Air Astana в захвате и контроле рынка перевозок, я хочу успокоить. У меня для вас есть хорошие новости. Согласно планам Кабмина Казахстана, в стране должна появиться новая авиакомпания. Об этом сообщил министр Ластаев. Чиновник довольно обтекаемо сказал о том, что либо будет создана с нуля казахстанская компания, либо для перевозок внутри страны будет привлечена действующая авиакомпания из Юго-Восточной Азии. Лично мне более реалистичным, кажется, первый сценарий, при котором правительство найдет зарубежного, вероятно, зарубежного инвестора, готового вкладываться в новую казахстанскую авиакомпанию. Таким образом будет полностью воспроизведена схема создания аэростаны. Эта модель доказала свою жизнеспособность. Почему я так уверен в этом? Есть несколько фактов, которые номинально указывают, подтверждают мои догадки. Хотя, конечно, процесс этот скорее имплицитный. Ну, во-первых, момент заявления о создании или привлечении новой авиакомпании на рынок Казахстана по времени полностью совпадает с окончательным решением оставить Флорестан в покое. Из чего я могу сделать вывод о том, что Питер Фостер мог предложить чиновникам следующий вариант действий. Вы оставляете лоукост в составе аэростаны с условием выделения первого в отдельное юридическое лицо. А мы, менеджмент аэростаны, помогаем вам искать инвестора для открытия новой авиакомпании. Что? Почему президент аэростаны должен искать спонсоров-инвестора для другой компании? Нет, конечно, он не должен. Но есть один человек, который на протяжении 20 лет очень тесно работал с президентом аэростаны. И она могла бы это сделать. В одном из видео на этом канале я рассказывал о самом секретном закрытом подразделении аэростаны. Департамент стратегического и коммерческого планирования. Более 20 лет бессменным руководителем, вице-президентом, отвечавшим за планы авиакомпании, была Алма Олегужинова, которая совсем недавно объявила о своем уходе из аэростаны. Я был уверен в том, что после того, как Питер Фостер покинет пост президента, именно Алма возглавит авиакомпанию. Но, видимо, этого не произойдет. Также, исходя из заявления самой Алмы о своей отставке, я могу сделать вывод, что у нее никогда не было президентских амбиций. Госпожа вице-президент уходит в никуда, что называется. Она не посвятила своих коллег в ближайшие планы, сказав, что предложений каких-то нет. Если появятся, то она их рассмотрит. Но мне вообще, честно говоря, очень сложно поверить в то, что специалиста такого уровня можно просто вот так отпустить. Алма росла и получала опыт вместе с аэростаной. То есть Алма Алигужинова это в какой-то степени и есть аэростана, о чем многие из ее коллег говорят, высказывают. Именно такое мнение, что аэростана это и есть Алма Алигужинова. Да, она не была такой публичной, как Питер Фостер, ну, в силу каких-то обстоятельств, своих личных качеств и той должности, которую она занимала. Но лично мне, мне до сих пор кажется, что это первоапрельская шутка. Хотя об этом было объявлено еще в конце февраля, но такое ощущение, что это вот первоапрельский прикол. Именно в этой связи я и подумал о том, что опыт, знания, профессиональные качества Алмы Алигужиновой могли бы пригодиться. Они были бы востребованы, максимально востребованы в процессе создания новой авиакомпании. В любом случае, воспользуюсь этой возможностью сказать публично. Я знаю, что сотрудники, что многие сотрудники Ростаны смотрят мои видео. Хочу сказать, что мне жаль, что Алма покинула на данный момент времени. Она уже точно покинула свой пост и информацию о ней удалили со специального сайта авиакомпании. Я бы хотел поблагодарить... Я хочу поблагодарить вас лично, Алма, за то, что вы делали. За то, что стратегические планы были в надежных руках. Спасибо вам за все. Я вас искренне благодарю. Несмотря на то, что мы не были знакомы, но мне это не мешает. Вот так. Мне действительно сложно поверить в то, что я полностью был уверен, что именно этот человек, как представитель от Казахстана, может стать следующим президентом. Но в силу той информации, которую я, ну, которая у меня есть, да, просто у Алмы никогда не было президентских амбиций. Вот так. За что, конечно, отдельный респект. Находясь на столь значительном, важном, стратегическом посту, не иметь амбиции возглавить эту компанию, это, конечно, это какая-то отдельная, это какая-то особенность. Перед тем, как закончить, я хочу немного похвастаться. Примерно полтора года назад я делал видео о топ-менеджерах Аэростаны и в ролике я сделал предположение, которое на сто процентов оказалось верным. Поэтому, если вы все еще сомневаетесь в необходимости подписаться на этот канал, то вот вам один значительный аргумент в пользу подписки. В упомянутом выше ролике я рассказал о том, что вице-президент по маркетингу Ричард Леджер оставил свое кресло и переехал в Лондон, тем самым возглавив британский офис авиакомпании, что по факту, конечно, являлось понижением в должности. Но было понятно, что данное кадровое решение не случайное и принято в связи с тем, что компании нужно было выполнить какую-то стратегическую задачу. Какое поручение дал Питер Фостер такому опытному, важному специалисту? Из публикации супруги президента Татьяны Фостер мы можем сделать вывод. Вот на фотографиях видно Ричарда Леджера. А под фото текст, в котором Татьяна Фостер признает, указывает на заслуги конкретных людей, чем они занимались и каким результатом это привело. Из этого поста можно сделать вывод, что Ричард Леджер с успехом выполнил стратегическую задачу по размещению ценных бумаг Эйр-Астаны на главной европейской торговой площадке. На этом все. Я благодарю вас за просмотр, особенно всех тех, кто досмотрел до этого момента. Справа и слева от меня появились ссылки на интересные выпуски. Если не смотрели, обязательно кликайте. Спасибо большое. Назар Ларанзга. Рахмет. Рахмет.